Здравствуйте, друзья! С вами Евгения, журнал 5 Places & Stoves. И сегодня мы хотим поговорить с вами о каминных топках. Мы находимся сейчас в Германии, в центральном офисе компании Schmitt и беседуем с Глебом Панченко, экспорт-директором компании Schmitt. Глеб, расскажи, пожалуйста, в чем отличие каминных топок Schmitt от каминных топок других производителей? Каминные топки Schmitt имеют большое количество преимуществ, которые мы называем объективные, полезные преимущества. И интересные они как для компаний, которые занимаются монтажом каминов, либо печей, так же для частного потребителя. Компания Schmitt предлагает огромнейший модельный ряд. Это различные формы фронтальные, формы стекла, формы дверцы, могут быть полукруглые, тризматические, с прямым стеклом, двусторонние, трехсторонние, туннельные. Также модельный ряд имеет огромнейшее количество размеров фронтальной части, размеров дверцы. Если мы возьмем, к примеру, модельный ряд топок с прямым стеклом, то начинается от модельный ряд самых небольших по ширине, к примеру, 45, продолжается 55 см, 67 см, 73 см, 84 см, метр 20, метр 50, метр 70. То есть модельный ряд очень огромный по размеру. Абсолютно любой проект можно подобрать каминный топку с мультик. Абсолютно любой проект можно подобрать каминный топку с мультик. Помимо огромной разновидности ширины, которую мы производим, ширина дверцы, каждая каминная топка имеет минимум две разницы, чтобы высоты. Эта высота дверцы может быть 45 см, 51 см, 57 см. Некоторые модели имеют 80 см, но даже если в этом огромном модельном ряду кто-то не находит для себя той каминной топки, которая ему необходима по проекту, к примеру, кто-то привез античный старинный портал, ну, без фракции, хочет под этот портал монтировать каминную топку, которая идеально подходит под размеры этого портала, то для таких особенных заказчиков мы изготавливаем каминные топки по спецразмерам. Либо, это бывает часто очень, особенно для российского рынка, заказные каминные топки гидрянских размеров, мы их называем топки XXL. Насколько большой может быть такая топка? Мы ограничим только размером стекла, который существует на рынке, стекло стекло имеет размер 2 на метр 10 см. И, захотя из этого размера, мы изготавливаем каминные топки, может быть, примерно 2 метра шириной, метр 10 высотой. В каминных топках XXL существует зольный ящик, колосниковая решетка. Колосниковая решетка легко открывается, ее можно оставить в положении, легко можно вытащить зольный ящик, поставить его на место и закрыть колосниковую решетку. А в чем за первую каминные топки XXL? Каминные топки XXL имеют футеровку из натурального шамота, либо из гармониста. На российский рынок мы представляем практически все каминные топки, которые имеют футеровку из шамота. Традиционный материал, который закомендовал себя уже в течение многих столетий. Каминные топки XXL объединяют в себе преимущества стальных топок с чугунными. Курпус топки изготовлен из трехмиллиметровой стали. Внутри имеют футеровку, как я говорил уже ранее, либо из шамота, либо из термокулита. Верхняя часть каминные топки и ее дымосборники изготовлены из массивного специального пищного чугуна. Таким образом, дымосборник и вся конструкция топки прослужат в более длительное количество времени, а совокупность чугуна-дымосборник и футеровки из шамота имеют очень хорошие накопительные способности. Кстати, я хотела еще у тебя спросить, угловое стекло это цельное стекло или здесь соединяются два стекла? Во всех каминных топках шмидт угловых, для исключения модели с фронтальной части в один метр по ширине, используется цельное угловое крутая стекло. В чем преимущество цельного стекла? Преимущество цельного стекла в том, что топка более герметичная, не существует ни контролируемого забора воздуха при горении ведро без повещения. Соответственно, горение лучше. Соответственно, горение лучше, в более длительное время остается чистой стекло. Но даже, как я сказал, каминная топка одна единственная у нас есть, в которой используют два стекла, это метровая, по-моему, та же часть. Но даже в этой метровой есть специальная опция за доплату. Среди доплаты можно получить цельное стекло тоже. Во время работы этих камина существует теплоотдача путем либо конвекции, путем отдачи температуры в виде излучения через стеклокерамику. Для того, чтобы уменьшить эту теплоотдачу интенсивную через стеклокерамику можно установить двойное стекло. Благодаря этому на 30% уменьшается количество излучающей энергии, которая попадает в комнату в процессе горения дров. То есть длительное нахождение относительной близости от камина становится более комфортным. А небольшое помещение, соответственно, не так сильно перегревается, нежели с одинаковым стеклом. Здорово, это очень удобно. Следующее преимущество каминных топок Шмидт в удобстве регуляции подачи воздуха на горение, соответственно, в удобстве регуляции пламени. На каминном рынке существует такое понятие, как «чистое стекло». Система «чистое стекло». Расскажи, пожалуйста, что это такое, и есть ли это система каминных топок Шмидт? В каждой каминной топке Шмидт существует система очистки стекла. Работает она таким способом, что в нижнюю часть стекла через специальные каналы подается в воздух, обдувает нижнюю половину стекла, и также по боковым каналам, которые вмонтированы в корпус топки, подается в воздух. Предварительно в процессе подъема верхней части он нагревается, и уже, предварительно, подогретым он обдувает верхнюю часть стекла каминной топки. И благодаря этому стекло остается дольше? Благодаря этому каминная топка, стекло, остается долгое время чистым, потому что те газы, которые не догорели путем первичной подачи воздуха через класниковые решетки, они догорают путем вторичной подачи воздуха, которое обдувает стекло. И за счет этого не существует частиц газов, которые в виде сажи могут насесть на стекле. Но, естественно, эта система хорошо работает, когда человек использует хорошие стухи и здрава, с маленькой остаточной влажностью. Но даже если в процессе эксплуатации, через много-много вечеров, которые провели у камина, стекло все-таки запачкается, стекло немножко закоптилось, запачкается стекло, очень легко можно очистить, дверца открывается вперед, закрочить стекло. Очень удобно. Используя специальные либо моющие средства, либо, например, будка ракса есть, такие же, что будет на рынке, с теклом, это очень легко и просто очистить. Здорово. Клеп, мы с тобой очень много сказали о технических преимуществах каминных топок Шмидт, но на самом деле очень много, что можно сказать об их дизайне, о которых тоже многие обращают внимание. Расскажи, пожалуйста, какие особенности в плане эстетики, в плане стиля у этих каминных топок? Ну, в плане стиля, как мы говорили вначале, существует огромный модельный ряд различных форм и фронтальной части. Это могут быть топки с прямым стеклом, могут быть топки призматические, полукруглые, туннельные и так далее. Мы сейчас находимся возле двух топок с полукруглым стеклом. На примере можно увидеть различные варианты отравления дверцы. К примеру, в этой каминной топке дверца сделана так называемой рамкой депо. Оформлена она в подолоке, она может быть хромированная, ручка подолоченная. У другой каминной топки мы видим оформление рамки в нержавеющей стали. То есть здесь рамка дверца полностью изготовлена из нержавеющей. Она может быть либо матовой, либо глянцевой, тоже относится к подолочке, к примеру. Либо такая же полностью рамка дверцы может быть изготовлена по золоте. Здорово. У каминной топки, в которой я сейчас нахожусь, также можно увидеть внутреннюю часть, внутреннюю путеробку, которая имеет полностью черный цвет. Да, сейчас это очень модно. То есть можно выбрать светлую классическую, либо темную. Можно выбрать светлую классическую, либо темную путеробку внутри. Если это шамот, то это не просто покрашенный внешний материал, а это материал, который пропитан специальной темной краской. И еще такой вопрос, который наверняка будет интересен всем профессионалам. Какие особенности у технического обслуживания каминных топок Шмидт? Большим преимуществом каминных топок Шмидт является то, что абсолютно все механизмы, все элементы, которые обеспечивают, к примеру, открывание дверцы в сторону, подъем дверцы вверх, ревизуровка и подачу воздуха на горение. Как всем этим элементам, есть доступ изнутри каминной топки. То есть, если какой-то элемент можно через какое-то количество времени променять, либо смазать, то не придется разбирать весь камин, весь, всю облицовку, конвекционный форб камина, для того, чтобы заменить эту деталь. То есть, когда всем абсолютным элементам, я говорю, включая регулировку и подачу воздуха, есть доступ изнутри каминной топки, из камеры горения. Это, я считаю, большое преимущество для сервиса и для тех, кто занимается обслуживанием данного оборудования. Так, как Глеб, в нашем же журнале «Поопилась на стол» все я прочитала о том, что каминных топок Шмидт еще и не сильные ребра жесткости. Расскажи, пожалуйста, для чего это нужно? Благодаря этим ребрам жесткости, которые выполнены в форме U-образного профиля, снимается напряжение с корпуса во время работы каминной топки. То есть, при нагреве металла исключается появление подрезкувания в пощелке. То есть, это обеспечивает дополнительную прочность каминной топки? Это обеспечивает дополнительную прочность и тишину в доме при работе каминной. Спасибо большое, Глеб, что уделил нам время и рассказал о преимуществах каминных топок Шмидт. Друзья, оставайтесь с нами, будьте в пульсе всех событий и новинок о каминных топках Шмидт.